За доволением передаю право проведения далее нашего конкурсового евгения. Расскажи немножко, почему мы ее решили сделать, вот здесь сидят мои ребята, мои работники, коллеги, ассистенты, помощники, вдохновители, видите, Юля, Вадим, Маша, Юля, Артурос, Виталий и так далее, то есть это люди, которых не видно, но вот они работают, они достаточно юные, но очень амбициозные и талантливые, что мне нравится. Я такое маленькое вступление сделал, и почему же мы это сделали? Вот все потягивается к нам один ведущий наконец-то, а то мы же Крепу Валенту, мы не увели и купил его из пенька. Я тоже когда-то был маленький, если поверите, то есть тоже когда-то учился, мне тоже было когда-то там 15-16 лет, как вам сейчас многие, и я участвовал в конкурсах, тоже пытался добиться признания коллег, наверное, преподавателей и так далее, и так далее. И у меня была такая ситуация, знаете, когда я шел, и получаю первое место, и такой, думаю, ну сейчас у меня будет праздник, праздник души. А у меня тут грамоты, такой, ну вот, я с этой грамотой, знаете, вот так домой шел, думаю, блин, наверное, это было очень круто, классно, классно. А потом я понял, что мне чего-то не хватает, это только грамоты как бы мало будет. Ну, парикмахеры, вы же знаете, люди как консильные, правильно? Кто у нас жадный парикмахер? А что, они хотят зарабатывать деньги? Кто хочет зарабатывать деньги? О, молодцы! А кто хочет много зарабатывать денег? Красавцы, обожаю! А кто хочет, все заработают деньги? Вау, я вас даже всех заранее люблю. Так вот, мы решили заключить конкурс вместе с моими ребятами, у нас с моими коллегами. Этот фестиваль-конкурс, в котором вы будете работать как стилисты. То есть, в первую очередь, вы сможете посмотреть, вот то, что сделали сегодня наши юниоры, можно так сказать. Много образов парикмахерских оценивают прическу, оценивают макияж, оценивают и какие-то другие вещи. Мы же хотим сегодня подвести к тому, что надо оценивать образ. Перевести это на коммерческие рельсы. То есть, есть мода, скажем так, фэшн, да? То есть, это модное направление, ну, то, что мы привыкли называть фэшн-вейки и так далее. То есть, это вот кутюр. Такая мода имеет право на ситуации, она классная. Но есть еще и повседневная, то, что называем casual, да? То есть, когда мы одеваем обычную ежду, и женщину, она привлекательной, сексуальной, красивой. Для того, чтобы мужчины оборачивались и говорили вау-вау-вау-вау-вау. Да, девочки? Кто хочет, чтобы мужчины оборачивались за вами? Чуть единицы. А кто не хочет, чтобы за ними оборачивались? Ладно, хорошо. Кто хочет, чтобы мужчины подарки дарили? Так, я понял, да, хорошо, отлично. Такие все, знаете, говоришь, глюкотильные парикмахеры? Не-не-не-не, а где не хотите? Да-да-да. Давайте говорить честно. Наша профессия, она как раз тому и ведет, что вы должны найти хороший баланс между заработком, да, и настроением. Итак, мы начинаем техническую часть, я потом поможем, познакомлю вас с теми продуктами, которые вы сможете подарить благодаря вашим голосам нашим участникам, чтобы получить из этого всего, да? Я теперь поможем расскажу. А ребята сейчас расскажут техническую часть, все действительно. Юлечка, вы готовы? Итак, поаплодируйте нашим ведущим, они их желают, как всегда. Поддерживайте их хорошо, а они заметно поддерживают вас. Хорошим настроением и подарками. Ну что ж, скажем, большое спасибо ребятам за такое чудесное выступление. А теперь мы готовы познакомить вас с условиями нашего конкурса. Итак, проект «Новый формат» был создан и презентован 9 апреля этого года Евгением Калказовым. Этот проект для парикмахеров, визажистов, стилистов, для тех, кто хочет быть успешными и неповторимыми. Проект для молодых талантов, для тех, кто верит в себя, в свои силы и хочет изменить этот мир к лучшему. Вот уже больше, чем полгода новый формат существовал только в сети. Мы существовали в ВКонтакте. Поднимите, пожалуйста, руку, кто зарегистрирован в нашей группе «Новый формат ВКонтакте». А теперь, пожалуйста, взяли все флэйра и смело добавляйте в нашу группу. Добавляем нас с Артуросом в друзья. И будем дружить, и вы будете следить за нашим дальнейшим развитием. Спустя полгода мы наконец-то смогли выйти на тот уровень, чтобы организовать такой фестиваль, встретиться с вами лично, познакомиться с вами. И знаете, вот за эти полгода мы обрели поклонников и среди профессионалов, и среди начинающих мастеров. И среди косметических брендов, компаний, которые предоставляют инструменты для парикмагеров. Мы провели уже несколько конкурсов, в которых разыграли и денежные призы, и инструменты. И каждый может участвовать в этих конкурсах. Нет никаких ограничений абсолютно. Главное желание – рвение, талант и креативность. Так вот, все это время мы были с вами. Мы были по ту сторону монитора. Все люди, которые как бы создают вам важную информацию, модные тенденции, делаем посты нашей группы. То есть, как бы, мы просто, как бы, вы нас и видели. И мы решили, что вот уже время, чтобы вы познакомились с нами лично. Мы администрируем эту группу. И очень рады, наконец-то, увидеть вас воочию, увидеть наших участников. Меня зовут Юля. Это Артурас. Если у вас появятся какие-то вопросы, вопросы профессионального характера, личного характера, вы в любой момент можете обратиться к нам через группу, либо через личное общение. Мы всегда ждем вас, добавляйтесь и будем дружить и общаться. Давайте поговорим на поводу наших номинаций. Теперь, когда мы с вами уже более-менее знакомы, уже немножко проще рассказать о номинациях. Так, сегодня конкурсная программа состояла из пяти номинаций. Первая номинация – «Киногероиня. Завтрак у Тиффани». Все знакомы? Все видели фильм «Завтрак у Тиффани»? Да! Поднимите руку, кто видел. Ну, большая часть видели, и, слава богу, это культовый фильм, это классика. И мы рады, что это одна из первых номинаций, которая появилась у нас вообще в конкурсе. Модная женская прическа «Бабетта». Героиня этого фильма на протяжении уже долгих лет является неоспоримой иконой стиля для многих профессионалов и клиентов. И вот можно я сразу добавлю, я буду просто выходить, так и с ребятами еще и добавляем тропление. На самом деле, стилисты должны понимать, что такое эпоха, чем она отличается. Стилист – это человек, который мыслит глобально, который может отличить эпоху Ренессанса от бароха, то есть отличить Готье от Гальяна, который может в целом создать комплекс. Наша задача как раз была, чтобы посмотреть новый фильм, потому что клиенты приходят и говорят, «Одри Хэбборд, видели?» Говорите, да. А если вы не видели? Говорите, попали, да? А если вы скажете, что фильм старый, поверьте, прическа, уникальная, пользуется популярностью до сих пор. Ее заказывают в салоне и платят потрясающие деньги. Да, Гиллэй? Вторая номинация. Герои – мюзикл «Адлак для волос». Культовый мюзикл со знакомыми идеями и образами, которые покорили весь мир. Воссоздать атмосферу и идею в образе – это главная идея стилистов. В данной номинации можно использовать все современные технические приспособления без ограничений. Воссоздается только женский образ из мюзикла. Теперь, плюс аккуратно, кто видел этот мюзикл? Снимай. Так, получилось-то, не придумал. А вы повторяете эти. Поэтому этот курс улучшили для вас, потому что у вас, ну, как бы, можно сказать, вы безбашенные. И вы придумали такие вещи, которые мне, например, тяжело придумать. Правда? Продолжаем номинации. Четвертая номинация. Четвертая номинация – мюзикл «Стар», «Рокстар» и «Попстар». Звезды музыкального шоу-бизнеса всегда завораживали. Они яркие, эпатажные, креативные, стильные, неповторимые. Предлагаем определиться вам в своем числечении. Итак, пятое и последнее в сегодняшнем нашем фестивале номинация – это экстра-классика «Каре». Ну, я думаю, что каждый знает, что такое «Каре». Это классика. Юлия, не каждый знает, что такое «Каре». Вы не знаете, честно. У вас были волосы у нее длиннее, еле уговорили так постричь. Она плакова, сопротивлялась. Но мы ее, знаете, обманули, сказали, что мы не будем стричь и постричь. А «Каре» – оно было, если будет, модное. Помните, до революции ходили барышни с «Каре»? Ходили. Еще в «Еопатре» форма была похожа на «Каре». 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, 80-е, 1000-е, 11-е годы. Всегда «Каре» была в моде. Но только менялась интерпретация. Чуть больше, чуть меньше объем, но «Каре» всегда модно. И повернитесь вы друг на друга, посмотрите. Вы через одного человека найдете, у кого стрижка, либо «Каре», как бы на этой основе. Поэтому мы включили классику жанра. Это классическая номинация. И мы не ограничивали тоже, опять же, участников. То есть каждый может сделать свое видение «Каре», предоставить что-то новое, либо предоставить классику. Каждый участник выбирал сам для себя подходящую номинацию, творил свой неповторимый образ сам, либо же с помощью своей команды. То есть это стилисти, визажисты, парикмахеры, может быть какие-то костюмеры, театралы. То есть границы нет предела. То есть мы не ограничивали, в принципе, наших участников ни в чем. Если есть такие номинации, когда мы говорим «один участник, одна модель», то здесь «одна модель» и бесконечное количество участников. Почему? Потому что кто-то делает хорошо макияж, кто-то хорошо делает прическу. И главная наша задача, конечно, и то, чтобы модель получилась шикарная. Не похвастаться отдельно хорошей прической, отдельно макияжем, а чтобы это вместе смотрелось как образ. Образ – это самое дорогое, потому что женщины, выходя из дома, посмотрят, какие у нее стуфельки, какое у нее планточка, какие бусики. То есть все вместе должно смотреться. Хорошо. Если перебор, надо одну вещь какую-то снять и убрать. Если все гармонично, реакция будет одна. Просто она в глазах мужчины будет всегда потрясающе. Честно вам скажу, с точки зрения мужчины, не важно, какая у вас прическа, какой она сношности, да? Не важно, какой сношности макияж. Главное, чтобы вы эпатировали и были просто привлекательны. Иногда достаточно какой-то легкой укладочки, иногда достаточно легкого макияжа, а иногда надо сделать такой раскрас, как у индейца, да? И выйти, кто какого мужчину ищет. Окей. Итак, сегодня у нас принимает участие 71 команда. Это то есть основной стилист и его команда, которая работала над своим образом, над моделью. Всего, получается, 71 модель сегодня будет представлена вам. Представьте только число. 71 модель – это первый конкурс, а на каждой модели работало три человека. Это практически больше двухсот человек у нас сегодня собрались в нашем училище, то есть в нашем учебном заведении. То есть двести человек, которые сейчас будут готовы показать вам работу на ваш суд. И так как у нас тут новый формат, мы обошли вообще от старой системы судейства. Не будет никаких судей, никаких жюри, которые будут оценивать с профессиональной точки зрения модели. То есть главными нашими судьями сегодня будете вы, гости нашей ДРНД. Каждый получил пуговку или еще не раздали пуговки? Нет, еще не раздавали. Сейчас пройдет наша помощница Юля. Прекрасно, и раздаст каждого пуговку. Можно я добавлю вот самый главный момент такой? Мы привыкли многие конкурсами, проходили эту систему не раз, когда выходит член жюри и такой говорит, вот это причется, как тут так себе, это хорошее. А потом сидят люди в салю и говорят, а мне так больше понравилось. Скажешь, почему? Я бы, например, с этой пошла в ресторан, да? А я бы с этой стрижкой, например, пошел бы в гости или, например, на свадьбу вышла бы с такой прической или просто по всей нервности. И вы решили в новом формате сделать новое направление, чтобы вы, господа судьи, назовем вас так, да, чтобы вы сами отдали голоса за кого, кого вы считаете нужным. У вас у каждого будет пуговица. Мы специально их разднем только сейчас, чтобы никто не принес с собой в кармане 2 или 3 и проголосовать за свою лимитчика. У вас будут рассмотрения все модели. Вы сможете их рассмотреть, а потом, чтобы дальше летать, рассказать ключикам. Внимание! Вот сейчас все сосредоточились. Каждый может отдать свою пуговку только одной модели. То есть из всех лиминаций вы можете выбрать только одну модель, за которую вы можете проголосовать. И отдать, соответственно, пуговку положить в ее файлик. Смотрите, показываю. У меня есть одна пуговика и вот две модели. 71 модель. 71, окей. 71 и вот две из них. И у них у каждого есть пакетик с номером модели. Просто вы смотрите на образ, сканируете, и если он вам нравится, вы запоминаете номер этой модели, и просто потом этой модели кому-то... Модели. Вот модели в пакетик кладете пуговицу. Хорошо, это будет ваш голос. Один раз вы только голосуете. Все понятно? Кому непонятно? Кому понятно? Нет, следите. Так, кому понятно еще раз? Кому непонятно? Голосуем единогласно? Да. Красавцы. Мы еще чуть-чуть вас помучим и приступим к нашему яркому феерическому конкурсному дефилету. Кроме этого, у нас еще есть специальный джек-пот, который мы разыграем в конце нашего фестиваля. Но пока это остается дальней, мы не будем никому рассказывать, что это будет джек-пот. Но я думаю, каждому будет приятно узнать об этом. Так, Юля, что там с кукотками у нас? Вадим, мы можем сейчас слайды посмотреть, да? Ребят, у нас, смотрите, здесь... Сейчас мы можем до слайды показать? Нет? Спокойно. Окей. На видео вы сможете посмотреть тренд и тенденции, которые мы для вас приготовили, то, с кем мы работаем. И еще у нас будет специальный приз. Лично попросил Виталий Козловский. У него сольный концерт. Подарить участникам этого фестиваля 5 билетов. 3 декабря будет пределось новое шоу. Там, скорее всего, будут еще его друзья. Может быть, там, другие звезды украинское шоу-бизнеса будут. Так что у вас есть еще дополнительный приз. Итак, мы, в принципе, готовы к дефиле. У всех нет пуговички. Юля. Так, давайте. У кого нет пуговиц, поднимите ручку. Ого! Так, Виталий, может, кто-то поможет тебе там? Только из наших. Там Юлечка помогает, я вижу, да? Ребятки, раздавайте. И помните, только одну пуговичку в одни руки. Как в аэропорту. Один человек, одна сутка. Больше никто не проходит. Ну да, давайте музыку погромче, пока все получают пуговицы. Так, мы сейчас готовы уже начать дефиле наших участников. Вы увидите модели. Вы не будете слышать ни имя мастера. Ни мастера вообще. Вы будете видеть только готовую работу. Мастеров мы закрыли в кабинете, чтобы они сюда не прорвались. Они закрыты, они там кричат, если слышите. Но вы увидите только модели, чтобы было по-честному. Потому что наверняка вы мастера знаете и как будто захотите отдать свой голос. Постарайтесь быть объективными. Объясню, почему. Потому что те, кто выиграют, помимо того, что получат хорошие призы, но они будут законодателям, скажем, вашей выбранной моды. Что, не хватает пуговиц? Так, всем даем, даем. Поднимите руку, у кого еще пуговиц нету. Так, уже меньшая часть практически уже всех есть. Ребята, смотрите, видите, вот здесь пуговиц не хватает. Я сейчас чувствую отрывать на пюджаке, начну, как бы. Сейчас мы узнаем, готовы ли наши модели показать. Модели готовы, да? Да, или пока поищут модели. А мы с автуса постоим, подождем, пока в микроцеду все в пуговице. Правильно, держим, ну-ка мы досталась пуговичка. Кейп, 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 кейп. Юлечка, смотри, стремитесь сюда. У нас здесь, как больше участия в них не скудылись. У них даже оторвать нигде. Малыш, не в совершенно вернее, не принимаем участие в голосовании. Все, все здесь, да? Так, открой руки, не больше. Все по-честному. Ребята, смотрите, на самом деле, вот сейчас можно выиграть в реале призы, а можно выиграть у нас в интернет-группе. В том, если не я, если я вам объясню, правила у нас очень простые. Мы работаем с разными компаниями, то есть всегда стараемся, чтобы призы у нас были честные, откровенные и хорошие. Я потом представлю один из наших спонсоров, кто представляет подарки для вас, для этого фестиваля. Что вы делаете? Вы можете сделать, выбрать любую номинацию. Вот в сегодняшний день, например, вы можете сфотографировать там пучок с длинных волос, значит, будет номинация в интернете. Вы присылаете две фотографии. Всего лишь две фотографии. Одно, там, где вы с моделью сфоткались, и вторую модель, которую вы сфоткали. Я не прошу вас, чтобы эта фотография была сделана на другой фотоаппарат. Вы можете ее фотошопить, как считаете нужным. Вы можете ее фотографировать просто в туалете возле зеркала. Вы можете сфотографировать ее на улице. Любое ваше линия, то есть ваше креативное линия вас не ограничивает ни в чем. То есть присылаете фотку, и потом происходит голосование. На них происходит голосование. Мы берем планшеты, раздаем нашим знакомым, то есть маркетологам, которые работают или преподают в университетах. Раздаем продюсерам, которые работают на телевизионных проектах. Раздаем просто нашим повестящим грамотянам, которые смотрят на это все и отмечают, какая работа действительно стоит того, чтобы вы относили. Мы получаем перекрестное такое решение и зачастую выиграют, как бы, иногда даже неожиданным, потому что мы смотрим технически. Вот сейчас я студил один конкурс, и мы с парикмахерами, мастерами начали даже немножко ругаться. Знаете почему? Потому что они говорят, это сложная работа. Посмотри, вот здесь человек сделал там 352 косички, да, 66 узелков, все здоровски. Я говорю, а ты смотришь, что она непривлекательная, да, очень сложная, но непривлекательная. Я говорю, так, может быть, дадим красивой? Они говорят, так красивая она простая. А на самом деле все гениальное просто, а все простое и гениально, да. То есть посмотрите друг на друга. У вас есть какие-то сложные очень прически? У вас есть красивые прически, в первую очередь. Значит, я постараюсь, чтобы и вы постарались оценить работу эпидемии, чтобы они были красивыми. Поэтому присоединяйтесь к нам в сообществе, интернет-сообществе. Чем больше играет сообщество, тем больше мы сможем с вами проводить вот этих, вот назовем, открытых плодотворительных мероприятий. Еще скажу очень важную вещь. Дети, которые мы сегодня заплатили, все при входе, кто регистрировались, платили по 100 гривен. Как вы думаете, куда они пойдут? Они пойдут вам. Ни одной копейки никто не получит. Ни из присутствующих здесь, ни преподавателей, ни кто... Нет, я думаю, мама звонит. Спрашивает обычно, где ты? Музыка такая. Так вот, все эти денежки мы закатали в банку, потом их достали и разделили. То есть эти все деньги будут призовым фондом. Все на копейки. Значит, по первому месту, вот количество человек, вот сколько у вас было человек? У нас получилось там около семи с хвостиком тысяч. Несколько заболело человек, позвонили, вот так получилось. Значит, пять тысяч уходит, это каждое первое место по тысяче гривен. Женя, это же наш полксекрет. О, блин! Мы пока немножко помолчим об этом и расскажем о том, что случится с оставшимися. Да, лучше. А оставшимися мы заберем в себе. Мы готовы приступать к нашему конкурсу, мультифере. Мы еще раз вам напомним. Сейчас мы посмотрим все пять номинаций, каждую модель. Сначала будет первая номинация «Завтрак у Типани», потом «Лак для волос», потом «Фэшн вид», «Зикстар» и «Каре». Посмотрим всех моделей, и потом уже по восемь человек они будут проходить и собирать куговки у вас. То есть сначала мы просто смотрим, оцениваем, выбираем, потом кладем свои куговки. Сейчас внимание максимально сконцентрируйте, пожалуйста. Куговица, модель, запомнили номер и ждем. Итак, первая номинация «Завтрак у Типани», «Модная женская прическа Бабетна». Номер первый. Кира. Номер один. Есть у нас номер один. Номер один. Раз, раз, один, один. Бежит, поддыхается, как всегда, знаете. Ага, вот она. Дамы и господа, можете вы принимайте аплодиспенциями нашей модели. Музыка круче, настроение лучше. Музыка круче, настроение лучше. Музыка круче, настроение лучше. Номер два. Номер три. Третий номер. Номер четыре. 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 Номер пять.